Пандемия коронавируса и экономический кризис сильно осложнили жизнь не только людям, но и их четвероногим спутникам. Ограничительные меры и финансовые трудности, в частности, стали серьезным испытанием в работе приютов для бездомных животных. Ощутимый спад доходов сегодня не позволяет благотворителям помогать братьям нашим меньшим в прежнем объеме. На помощь пришел ОНФ. Эта организация запустила проект «Четыре лапы» по сбору средств для животных. И вот в пятницу первая помощь была доставлена нуждающимся. В разгар пандемии нового коронавируса многим стало, что называется, самим не до себя, и пожертвования на животных резко сократились. Уже не каждый человек, который систематически переводил деньги на счета приютов, может это делать, хотя многие по-прежнему готовы делиться последним. Со сложностями столкнулись и в самих приютах. Волонтеров сейчас стало меньше, а значит и времени на животных у работников уходит намного больше. Сократилось количество волонтеров в том плане, что мы не пускаем на территорию приюта. Ну и количество животных, оно с каждым разом растет с геометрической прогрессией. То есть, если, например, отталкиваться от статистики прошлых лет, то в приюте было до 100 животных. То есть, сейчас на территории приюта больше 250 животных, и плюс еще животные находятся на передержках. Зная о такой проблеме, активисты Общероссийского народного фронта решили доставлять продукты питания не только пожилым людям и тем, кто находится на самоизоляции, но и бездомным четвероногим. В пятницу добровольцы привезли шлейки для выгула крупных собак, а также целый багажник корма для животных. Более 60 килограммов. Это средства были собраны из личных средств активистов ОНФ и жителей города Твери. Также мы привезли амуницию для выгула собак. Для приютов сейчас важна любая помощь. Несмотря на то, что для посещения они закрыты, возможность прогуляться с собаками и подарить им капельку своей любви все же есть. Если желающие волонтеры хотят приехать, то мы просто выводим собачек за территорию приюта, даем, тут смело гуляют, ну и потом заводим, уже сами сотрудники заводят животных на территорию приюта. Если вы захотите чем-то помочь приюту, который курирует фонд Love Animals, то сделайте это. Его контакты есть во всех социальных сетях. Помощь может быть самая разная. Это и стройматериалы, и экипировка для собак, ветпрепараты, аксессуары для кормления и ухода за животными, и, конечно, посильная финансовая помощь. Все это очень нужно и хорошо. Но и простое человеческое тепло для животных, которых когда-то предал хозяин, необходимо. Прийти на помощь сотрудникам и взять собаку на прогулку можно в любое время. Желательно только согласовать это заранее по телефону. Ну а если в период скучной самоизоляции вы надумаете скрасить свои будни ярким и живым общением с четвероногим другом на постоянной основе, то знайте, они всегда готовы подарить вам свою любовь и преданность в течение всей своей собачьей жизни. В некоторых европейских странах давно уже выстроилась очередь из желающих взять себе оставшуюся без хозяев собаку или кошку. Сегодня в нашей стране все больше людей берут себе четвероногих спутников именно из приютов. Это уже стало, как говорится, каминфо.